Даже прикус зубов может влиять на суставы нижних конечностей и на весь опорно-двигательный аппарат в целом. Здравствуйте, я Еремен Аман Константинович, травматолог-ортопед, эксперт в хирургии тазобедренного сустава, руководитель Центра хирургии тазобедренного сустава. В этом видео мы поговорим о методике правильного хождения. Я вам приведу ряд убедительных причин, почему это нужно соблюдать. Досмотрите это видео до конца, и я вам приведу примеры, какие рекомендации я даю своим пациентам в ежедневной практике ходьбы. Даже если у вас случилась незначительная травма в стопе, либо палец ушибли, и вы начинаете неправильно ходить, то есть хромаете на одну ногу, вам больно, и весь опорно-двигательный аппарат начинает неправильно двигаться, неправильно нагружает различные сегменты, и у человека уже со временем появляется дискомфорт, болевое ощущение в других местах, другой нижней конечности, спины, поясничного, грудного, шейного позвонка, в голове, плохой сон. То есть сам опорно-двигательный аппарат влияет на жизнедеятельность всего организма. Один из немаловажных факторов – это обувь. Когда вы подбираете обувь, это либо высокий каблук, либо плоская подошва. И человек, когда начинает ходить, то перегрузка стопы голеностопного сустава влияет также на весь опорно-двигательный аппарат. Буквально от высоты, либо от варусного, вальгусного положения стопы, то есть когда стопа заваривается либо внутрь, либо наружу, человек ощущает дискомфорт от перегрузки стопы. Тем самым это передается по всей оси человека, на коленный, тазобедренный сустав, на поясничный, грудной, шейный отдел позвоночника. И у человека возникает дисбаланс между левой и правой частью тела. Если мы рассматриваем такой фактор как возраст, то со временем, когда человек более возрастной, 70-80 лет, естественно, мышечный каркас не выдерживает ежедневную нагрузку человека. Мышцы спины начинают растягиваться, они не так сильно держат весь каркас тела человека, и человек начинает заваливаться кпереди. Поясничный, грудной и шейный отдел наклоняются кпереди. Для того, чтобы удержать вес тела человека, человек сгибает в коленных суставах. И перегружаются тазобедренные суставы, перегружаются коленные суставы. Естественно, болит вся спина. Необходимо делать ежедневные гимнастические упражнения. Буквально по 3-40 минут. Для того, чтобы поддерживать мышечный каркас, заряжать свой организм на целый день, и чтобы мышцы держали весь опорно-двигательный аппарат. Если мы рассматриваем такой фактор, как излишний вес, то, как правило, он начинает откладываться на животе у мужчин, у женщин на бедрах. Происходит дисбаланс между передней и задней частью тела человека. Если мы рассмотрим позвоночный столб как дерево, мы можем привязать к дереву с одной стороны груз, и вы посмотрите, что через определенное количество времени дерево начнет склоняться в ту сторону, где этот груз висит. То же самое происходит с человеком. Он сгибает в тазобедренных, в колебных суставах нижней конечности, и получается опять раз балансирование всего опорно-двигательного аппарата. В связи с этим происходит очень сильная нагрузка на тазобедренные суставы, и они начинают стираться. Вот они, 7 факторов, ради которых стоит улучшать свою биомеханику движения. Регулярная ходьба улучшает работу в сердечно-сосудистой системе. Улучшается структура опорно-двигательного аппарата, улучшается работа мозга, снижается риск диабета, уменьшение веса, снижается риск рака в прямой кишке и риск депрессии. Я рекомендую каждому своему пациенту ходить примерно по 30-40 минут, желательно с дополнительной опорой в виде скандинавских палок, и делать это как минимум 5 раз в неделю. Нормальная походка выглядит ритмично, плавно, легкой. Нужно стараться смотреть прямо, не горбиться, держать спину ровно, плавно двигать руками. Также нужно стремиться к тому, чтобы походка была одинаковая правой и левой нижней конечности, чтобы длина шага была равнозначной и скорость тоже была одинаковой. Когда человек начинает прихрамывать на одну или на другую ногу, происходит перегрузка нижней конечности, и человек начинает получать больше усилий на суставы, и происходит больше разрушений. Я рекомендую обязательно воспользоваться дополнительной опорой в виде трости под здоровые стороны. Если болит левый сустав, нужно взять в правую руку трость. Если болит правый сустав, нужно взять в левую руку трость. И тогда будет равномерно распределяться нагрузка на больной сустав и на дополнительную опору. Если в процессе ходьбы у вас возникает дискомфорт, боль, и это влияет на качество вашей жизни, то я рекомендую обратиться к нашим специалистам за консультацией. Записаться на консультацию вы можете в описании под роликом, либо позвонить по телефону. С вами был Еремин Иван Константинович. До встречи в новых сюжетах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok